Яркое впечатление о Большом театре, это, конечно, из детства, когда я была совсем маленькой, я училась в Московской государственной академии хореографии, и концерты училища проходили здесь, на основной сцене. Для маленьких детей, которым было по 9-10 лет, это, конечно, были потрясающие впечатления. Мне было 9 лет, я танцевала русский танец, я была солисткой. Я не очень любила балет, честно, я не очень хотела заниматься балетом, это было, наверное, желание больше моих родителей. Но когда я вышла на эту сцену, увидела зрителей, которые аплодируют, я, наверное, вот это ощущение пронесу через всю жизнь. Я, например, вспоминаю московский конкурс артистов балета, который проходил на новой сцене. Но у меня так совпало, что мне приходилось выступать на московском конкурсе, а вечером бежать сюда в театр на выступление после каждого тура. Я станцевала здесь при динаминовании солистку «Трести счастья», это моя первая была сольная партия, которую я станцевала, такая крупная, на этой сцене. И перебегая оттуда с конкурса сюда, я здесь ответственность чувствовала гораздо больше, хотя конкурс от тебя вытягивает, и ты нервничаешь. Мне, конечно, приятно, что кто-то меня сравнивает с Ольгой Васильевной Лепешинской, потому что, когда смотришь ее записи, особенно Дон Кихот, хочется подпрыгнуть и начинать со мной вертеться, крутиться, потому что это какая-то невероятная просто энергия. Жалко, что я, конечно, этого никогда не увижу вживую, чтобы получить вот этот адреналин и эмоции. Мне кажется, это очень здорово, потому что я тоже стараюсь в своем танце действительно в том же Дон Кихоте нести вот эту сумасшедшую энергию, не сдерживать себя. Мне кажется, это какая-то отличительная черта все-таки московская школа. Открытая эмоциональность, когда мы не стесняемся выражать свои эмоции, мы выходим, то мы выходим, снося практически все. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!